Ну что я могу сказать? Я не очень уверена, что я решилась бы на содержание аж четырех собак Будь в моей стране налог за собаку Признаю, что я не сразу привыкла к тому, что нельзя ходить по велодорожкам Собаки тоже Да, вот такой вот облом у нас произошел Она оказалась закрыта Убирая за своими собаками, я очень стараюсь не влезть в чужие подарочки Спуск собаки с поводка в общественном месте карается штрафом в 250 злотых И когда мы выходим с моими собаками гулять, он агрессивно реагирует, срывается со своего места и бежит То есть выбегает на улицу и нападает на моих собак И, собственно, да, получается, они нарушили закон, и я, соответственно, по незнанию Но это не освобождает меня от ответственности Всем привет! Не секрет, что правила содержания собаки в разных странах могут отличаться Мы с моими расселятами теперь живем в Польше и уже столкнулись с некоторыми фишками и особенностями местного собаководства Каково оно быть польским собачником? Какие правила я уже нарушила по незнанию и как я чуть не обратилась в полицию из-за соседских собак? Давайте расскажу На первый взгляд, Польша собаколюбивая страна На улицах очень часто можно встретить владельцев собак, всевозможных пород Поляки очень общительные, невероятно общительные Хотя я пока что могу им ответить всего Так, динкуэ, фанни пьески, ну еще пару слов по-польски Они все равно не отпускают нас, когда мы гуляем с ребятами Все время с улыбкой пытаются затронуть, остановить и погладить собак В Жешуве везде стоят урны для собачьих экскрементов И ими пользуются по назначению Хотя, если честно, я не могу назвать обочинные газоны Жешува идеально чистыми и без сюрпризов Ну правда, особенно в тех местах, которые немножко подальше от центральных и крупных улиц Убирая за своими собаками, я очень стараюсь не влезть в чужие подарочки Хотя, по идее, здесь к этому отношение должно быть более серьезное, чем у нас Есть специальные места для выгула собак Как площадки, так и просто стихийные Неподалеку от нас мы нашли площадку для собак Я взяла Тусю, так как она больше всех любит такие активности И мы выдвинулись делать обзор и тестировать Признаю, что я не сразу привыкла к тому, что нельзя ходить по велодорожкам Собаки тоже По дороге к ней есть открытая большая полянка, очень просторная И на ней по вечерам собираются собачники Собаки тут бегают разных пород, в том числе и большие И без поводков, что важно Поначалу меня это не удивило, ну вполне привычная картина Но есть здесь одно но О нем чуть позже Придя на площадку, мы не смогли на нее зайти Да, вот такой вот облом у нас произошел Она оказалась закрыта И написано, что с 20 марта она закрыта, а до какого числа? Не указано Вот так, протестировать не получилось Ну, хоть рассмотрим Итак, две урны с двух краев площадки Сама по себе она вытянутая, но довольно большая Есть здесь снаряды разные для отработки всевозможных задач, упражнений Есть даже туннельчик Эх, как же жалко, что Туси не там Мне понравилось состояние этих элементов Посмотрите, все чистенько, выкрашено Я не знаю, что они там ремонтировать собрались Но, как по мне, площадка в прекрасном состоянии Видимо, нет предела совершенству Слушайте, мне правда очень обидно, что я не смогла показать вам эту площадку Я много раз проходила мимо нее И всегда здесь были собачки Но, к сожалению, увы, как мы пришли побегать, позаниматься и показать вам Она оказалась закрыта Мы подождем ее открытие и обязательно вернемся Мне интересно опробовать все в действии Но еще посмотрим, как у них тут налажен процесс совместного выгула на площадке разных собак Спрашивают ли они разрешение перед тем, как войти Мы пообщаемся с владельцами и так далее Я знакомилась с основной информацией То есть с правилами содержания собак в Польше на их официальном сайте И, честно говоря, была удивлена Потому что помимо основной информации Такой, как помещение соответствующее Кормление, уход, ветеринария, социализация Общение с человеком и тому подобное Там есть пункт налога за собаку Да, в Польше существует отдельный налог для владельцев собак С января 2023 года он составил рекордные 150 злотых в год Но решение о реализации налога на собаку решается на уровне отдельной гмины Это административная единица, округ Поэтому именно там и нужно узнавать Предусмотрен ли налог за собаку в вашем округе И какой именно он будет Потому что зачастую его уменьшают На сегодня большинство округов не вели этот налог Хотя, например, в Кракове он действует Правда, пока что он значительно меньше, чем 150 злота От уплаты собачьего налога освобождаются люди с инвалидностью Для которых собака служит помощником Люди от 65 лет, у которых проживает не более одного пса А одинокие пожилые люди, которые самостоятельно ведут домашнее хозяйство Кстати, освобождение от налога лиц, которое я только что перечислила Будет только если они содержат одну собаку А если у них 2, 3, 4 и больше собак То начиная со второй, уже нужно будет за каждую собачку платить по полной Еще от налога освобождаются фермеру Потому что они платят сельскохозяйственный налог И им разрешается бесплатно содержать аж 2 собаки Ну что я могу сказать? Я не очень уверена, что я решилась бы на содержание аж 4 собак Будь в моей стране налог за собаку Следующий момент это штрафы Да-да, именно штрафы Потому что если мы начинаем говорить о правилах содержания и выгула собак То мы прямиком упираемся в громадное количество штрафов Я не совсем уверена, что они соблюдаются в полной мере Потому что уже лично видела своими глазами нарушения Но все же они есть Собаки в общественных местах должны всегда находиться под наблюдением людей Выгуливаться только на поводке Даже если животное суперспокойное и хорошо выдрессировано Спуск собаки с поводка в общественном месте карается штрафом в 250 злотых И вы заплатите в 2 раза больше, то есть 500 злотых Если вы отпустили с поводка крупную собаку, которая классифицируется как агрессивная В Польше есть специальный список пород, которые подходят под эту категорию Владельцам этих же пород собак также грозит дополнительный штраф Если они будут выгуливать ее без намордника Также на максимальный штраф могут рассчитывать владельцы собак, которые перевозят своих питомцев без поводка и намордника в общественном транспорте За спуск собаки с поводка в лесу, если это не охотничья собака, во время охоты тоже грозит штраф или выговор Да, я уже отпускала здесь в Польше собак с поводка и не один раз Но я это делала лишь потому, что я видела, как другие собачники отпускают своих питомцев с поводков Абсолютно смело гуляют, собираются компаниями, как я говорила, да, вот на той вот площадке И, собственно, да, получается, они нарушили закон, и я, соответственно, по незнанию Но это не освобождает меня от ответственности Ненадлежащее содержание животного карается ограничением свободы, штрафом до 1000 злотых или выговором Такие же санкции применяются за несоблюдение общих правил содержания животного Следующий штраф – за загрязнение собачьими нечистотами общественных мест То, о чем мы с вами говорили Дороги, улицы, скверы, сады, газоны или зеленые насаждения Штраф до 500 злотых или выговор За отсутствие прививок у животного Владельцы тоже ожидают штраф Пес живет в будке на улице – штраф Владельцы не должны держать своих собак на привязи в будках, чтобы те храняли их участок Также хозяева должны следить, чтобы их непривязанная собака самостоятельно не покидала двор В противном случае, ну, вы поняли, штраф И вот как раз последний пункт про содержание собаки на улице У меня появилась возможность проверить в деле, как это работает В соседнем доме, прямо рядышком со мной, хозяин держит СТО И у него две собаки – овчарка Зевс и маленький двор-триерчик Пират У него нет одного глаза Ворота его дома, то есть на его территорию, всегда открыты Потому что у него постоянный поток машин К нему приезжают клиенты Собаки находятся на этой территории И живут они, и спят на улице Потому что я постоянно слышу по ночам, как они реагируют на какие-то шорохи И когда мы выходим с моими собаками гулять с нашей калитки, с нашей территории на общую улицу Он агрессивно реагирует, срывается со своего места и бежит То есть выбегает на улицу и нападает на моих собак Он очень злобно выглядит, он очень быстро бежит Он лает, он рычит, гавкает, скалится И больше всего ему почему-то не понравилась Лиза Я не знаю почему Из всех собак он решил выбрать мою самую старенькую, болезненную Лизу Да, он не кусает Но, наверное, лишь потому что я начинаю кричать, как резаная Я даю команды фу, я не знаю, понимает он меня или нет Просто кричу Лизка очень боится, прижимается ко мне Тоже издает какие-то непонятные звуки Я не знаю, как реагирует ее сердце в этот момент Но самое главное, что так уже было три раза И никто к нам не выходит То есть хозяин на это не реагирует Я не могу спокойно выйти из дома Мне приходится выходить буквально какими-то огородами, кулуарами По грязи обходить вот так вот часть улицы Только чтобы этот собака нас не увидел и не напал Из-за языкового барьера я не могу с человеком нормально, конструктивно поговорить Потому что я не знаю польского И вряд ли получится какой-нибудь нормальный разговор Исходя из тех правил, что я вам уже озвучила Мой сосед нарушает как минимум два То есть он держит собаку на улице Не контролирует ее Она выбегает и пугает людей Меня, потому что мне очень страшно Пугает собак И, собственно, самое страшное в этой ситуации Я не знаю, как на это реагирует Лиза Потому что я вижу явно, что она пугается его Она боится идти домой, она упирается И как реагирует ее сердце, как я сказала, я не знаю Я попросила Марту, хозяйку дома, где мы сейчас находимся Чтобы она с ним поговорила Она только за, она не против Но сейчас они с супругом отдыхают Они уехали в долгое путешествие Приедут еще не скоро Но, правда, на моей стороне Я очень хочу жить мирно Со всеми соседями и собаками Поэтому я расскажу вам, как эта ситуация решится Что же касается бездомных и уличных собак Тут тоже все очень интересно Скажу честно, за два месяца пребывания в Польше Я ни разу не увидела на улицах бездомных собак или кошек И вот почему Ежегодно полпроцента всех налогов населения Польши А это на минуточку Около 20 миллионов долларов Идет на содержание питания и лечения бродячих кошек и собак Если на улице замечено бездомное животное То людям всего лишь нужно набрать номер службы спасения И по вызову приедет патруль, который заберет четвероногого Кошкам и собакам предоставляется временный дом в государственном приюте Или у волонтеров До того времени никак не найдется новый хозяин Оно получает необходимый уход, лечение и забот Также в Польше практикуется добровольное дежурство То есть волонтерство в ветеринарных клиниках Чтобы помочь бездомным собакам и кошкам И есть еще адопция, то есть усыновление Люди подписывают договор, там все очень серьезно Если его нарушить, то может быть даже какая-то уголовная Вплоть до уголовной ответственности Животное нельзя продать или отдать третьим лицам В общем, да, благодаря очень грамотной политике Которая касается вот этого вопроса Да и просто гуманности, человечности людей В Польше вопрос бездомных животных решен Ну что же, в следующем видео я хочу вам рассказать О док-френдли местах Джешуа Да и вообще интересно понять, насколько Польша Пэт-френдли мы с вами попробуем пойти в общественные места В центр города, в ресторан, в магазин И посмотреть, насколько там лояльно относятся к питомцам Если интересно, то подписывайтесь, чтобы нас не потерять С чем вы согласны или не согласны в правилах содержания животных в Польше? Как вы относитесь к налогам, к многочисленным штрафам? Напишите, пожалуйста, в комментариях А на этом все Спасибо за просмотр, скоро увидимся Пока-пока Субтитры подогнал «Симон»